В НАО полным ходом идет подготовка к единому дню голосования. Кого будем выбирать 14 сентября, расскажем очень скоро. Наринмарские сироты обзаведутся видеопаспортами. Что это и для чего они нужны, узнаете в первой части выпуска. Чтобы дом признали аварийным, собственникам квартир пришлось лично выходить с инициативой в жилищную инспекцию Нинницкого округа. Наринмаре прошел рейд по ветхим зданиям. В администрации округа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по содействию избирательным комиссиям по проведению выборов на территории региона. Для выборов в единый день голосования в НАО будет организован 51 избирательный участок, 40 в Заполярном районе и 21 на Наринмаре. С учетом специфики региона также будет организовано и досрочное голосование в оленьих стойбищах и на рыболовецких участках. А также выездное голосование 14 сентября в Нинницкой окружной больнице, топ-диспансере и изоляторе временного содержания. Подготовка к выборам в НАО идет в плановом режиме. 7 июля закончился срок выдвижения кандидатов на должность губернатора Нинницкого автономного округа. На выборы своих представителей выдвинули пять политических партий. «Единая Россия» Игорь Кошин, «Родина» Тимофей Солуянов, «ЛДПР» Андрей Смыченков, «Справедливая Россия» Николай Остродумов, «Коммунисты России» Сергей Маленкович. В течение июля всем кандидатам в губернаторы предстоит собрать листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, после проверки которых они будут допущены к выборам. В избирательную комиссию также поступили списки кандидатов на выборы депутатов в собрание НАО от девяти политических партий. КПРФ, «Единая Россия», «Гражданская сила», «Родина», «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «ЛДПР», «Пенсионеры» и «Коммунистическая партия социальной справедливости». Общее количество кандидатов по единому избирательному округу – 118. Еще 35 кандидатов примут участие в выборах депутатов собрания НАО по одномандатным избирательным округам. Это представители партии и самовыдвиженцы. 14 сентября состоятся выборы и на муниципальном уровне – законодательные органы Заполярного района и города Наринмара. Пройдут избирательные кампании в сельских населенных пунктах округа, где предстоит выбрать главкотки на Амдермы, Колгуева, Харуты и Великовисочного. Прогнившие полы и полуразрушенные стены. На Наринмаре специальная комиссия провела рейд по ветхим зданиям. Четыре дома официально признаны аварийными и теперь подлежат сносу. Один, по заключению экспертов, требует капитального ремонта. Так, например, под снос пойдет дом номер 18, который расположен в переулке Рыбацкий. Новые квартиры будут ждать и жители 52-го дома по улице 60 лет Октября. Капитального ремонта в этом строении не проводили больше 20 лет. Люди уже не раз жаловались в различные инстанции, в том числе и лично главе администрации Наринмара, чтобы ветхое строение признали аварийным, но безрезультатно. Согласно официальным документам, этот дом построили в 1978 году как временное жилье. Впрочем, эта временная жизнь для нескольких семей затянулась на долгие годы. В здании отсутствуют практически все условия для комфортного проживания. Зимой полуразрушенные стены пропускают ветер, а во время дождей периодически протекает крыша. Туалеты и вовсе, как говорят жильцы, коммунальные службы не чистили около 20 лет. Чтобы дом признали аварийным, собственникам квартир пришлось лично выходить с инициативой в жилищную инспекцию Неницкого округа. Нет, туалета нет здесь. Туалет прямого падения. Воды нет, водовозка приезжает. Условия тут насчет мусора вывозят вообще редко. Говорят, что крысы бегают тоже. Естественно, бегают есть. Но плохие условия здесь очень. В список аварийных и принадлежащих сносу попали еще два строения, правда, уже индивидуальных. Это дома номер 30 и 105, также расположенных по улице 60 лет октября. Помимо этого, специальная комиссия определила, что многоквартирный жилой дом номер 37А по улице Рабочая требует капитального ремонта. Организовать его администрация на Ринмаре рекомендовала собственникам строения. Так говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Государственной инспекции Строительного и Жилищного надзора Неницкого округа. Поселок Усть-Кара с нетерпением ожидает открытие детского сада, которое запланировано на осень этого года. Однако стройка может затянуться. Подрядчику не хватает рабочих рук. Тему продолжит Дмитрий Щепанов. Усть-Кара переживает строительный бум поселковых масштабов. Строится два четырехквартирных дома и детский сад, ярко-желтое пятно которого видно даже с вертолета. Материалы завезены на 97%. Работает техника и даже подъемный кран. Старый детский сад уже не соответствует санитарным нормам, да и переполнен. Его посещает 55 детей, что немного выше расчетного количества. Новый садик не просто снимет проблему, но и создаст внушительный резерв. Новый садик на 80 мест. То есть там такой запас будет? Запас будет, но это хорошо. Однако стройка может затянуться. Организации-подрядчику не хватает рабочих рук на объектах. Три стройки в границах Усть-Кары – работа серьезная. Люди у фирмы есть, равно как и возможность их доставить. Но разместить коллектив строителей в маленьком поселке – задача почти неразрешимая. Хотя бы 20 человек разместить, потому что в данный момент у нас еще два дома, которые вы знаете. Должны. Это 10 человек только на дома приедут. И хотя бы 10-15 человек еще на садик. Работа огромная. Завести балки можно только в навигацию, которая откроется в самом конце лета. В поселке свободных площадей нет. Дома сельчан или заняты, или те просто не хотят селить у себя незнакомого человека. В адрес жителей Усть-Кары прозвучало предложение – временно закрыть поселковый клуб и разместить рабочих там. Когда вопросы касаются каких-то социальных объектов, в любом случае без согласия населения никакие шаги не предпринимаются. Население не согласилось. Остаться без клуба, хоть и временно, Усть-Кара не захотела. Компромиссным вариантом стало помещение, предоставленное потребительским обществом. Правда, в текущем виде оно для жилья непригодно. Нужен ремонт. Будут ли строители отвлекать людей на обустройство помещения – неизвестно. А значит, и перспективы подвоза рабочих остаются неясными. Что делать? Отказаться от дополнительной рабочей силы и ждать новый детский сад – неизвестно сколько. Или потесниться и пожить в условиях ремонта 4-5 месяцев. На этот вопрос жители поселка Усть-Кара должны ответить себе сами. Дмитрий Щепанов, Александр Русачев, Телеканал «Север». Даже самый хороший детский дом не заменит семью. Исходя из этого соображения, в 2006 году в России был запущен проект «Крепкая семья», куратором которого стал председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Статистика показывает, за последние годы российские семьи стали крепче, а в детских домах с каждым годом все меньше детей. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, за последние 5 лет действие проекта «Крепкая семья» в России на 30% сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей. «Это очень серьезное сокращение, которого мы добились, в том числе путем борьбы за каждую семью», отметил омбудсмен. Прогнозы скептиков о том, что из-за ограничения на иностранное усыновление в России вырастет число социальных сирот, не оправдались. Число детских домов сокращается. Все меньше детей остаются без заботы семьи, собственной или приемной. В Ненецком округе также ведется работа в этом направлении. Окружное управление региональной политики и информации приступило к реализации проекта «Ненецкий округ без сирот». В рамках программы к 1 сентября у каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, появится видеопаспорт. Сотрудники телеканала «Сибир» выезжают в то место, где дети без детского дома отдыхают в настоящее время, поскольку они будут отдыхать до конца лета. Там произведена съемка для видеопаспортов и слайдшоу на каждого ребенка. Также у нас есть договоренность с другими телекомпаниями и других регионах по участию в программах тех телекомпаний и наших детей. Сейчас прервемся, и вот что вы увидите сразу после рекламы. В столицу региона пришли космические инновации. На крыше Наринмарской гидрометеостанции установят систему, которая улучшит спутниковые сигналы GPS и глонасс на территории всей страны. 150 тысяч рублей перевели доверчивые граждане на счета аферистов, когда население округа перестанет попадаться на уловки мошенников. Ведущие мировые центры Германии и Израиля теперь открыты и доступны для вас. Представитель в Архангельске – компания «Помор Медис». Сопровождение в поездке – возможен кредит. Нашим клиентам все самое лучшее. Архангельск, Троицкий, 63. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. В столицу региона пришли космические инновации. Представителям Московского института прикладной геофизики предстоит изучить ионосферу над Ненецким округом. С точки зрения науки процесс уникальный и сложный, но на практике совершенно простой. Следить за ионосферой будет и высокоорбитальная радиоатомографическая установка. Российская разработка позволит улучшить спутниковые сигналы GPS и GLONASS на территории всей страны. Как пояснил сотрудник Московского института прикладной геофизики, эти системы уже есть практически во всех точках страны. Орбитальные установки предназначены для слежения за ионосферой, которая негативно сказывается на сигнал спутниковой связи. Высокотехнологичная разработка сможет передавать все необходимые параметры ионосферы на Землю и позволит устранить помехи, а также увеличить качество спутникового сигнала. Сама станция с виду в принципе проста. В нее входит антенна, приемник, компьютер и корпус с различными деталями. Орбитальную систему установят на крыше Наринмарской гидрометеостанции. Отсюда данные будут поступать к нам на сервер, в центр ВПГ. Там уже будут обрабатываться и готовые результаты выдаваться в Росгидромет и всем заинтересованным. Да, это полностью автоматизирована станция. Здесь даже нет монитора, нет ни клавиатуры, ни мыши. То есть все удаленное управление. И эта система довольно надежная. Она себя рекомендовала с лучшей стороны. Напомню, главная цель орбитальной установки – улучшить качество спутниковой связи и точность от GPS-навигаторов. Кстати, подобные системы также используют США. Правда, они служат для того, чтобы наблюдать за подвижками земной коры и предупреждать о возможных землетрясениях. Сотрудниками ГИБДД за последний месяц зафиксировано 57 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 5 водителей, не пропустивших пешеходов на переходе, и 13 пешеходов, которые сами нарушали правила и переходили в неположенных местах. В городе прошла традиционная акция «Водитель-пешеход». Основная задача акции, которая проводится каждую неделю – предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено 101 транспортное средство. Составлено два административных протокола за тонировку стекла, несоответствующую требованию технического регламента, а также управление несовершеннолетним водителем до 14 лет мопедом. Полицейские рекомендуют водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать меры предосторожности в местах массового скопления пешеходов и выполнять свои непосредственные обязанности, предусмотренные правилами дорожного движения. Ваши карточки. Ваша карта заблокирована, вам срочно необходимо проследовать к банкомату. Эти слова прозвучали первыми в телефоне, когда гражданка ответила на звонок с неизвестного номера. И она, конечно, поверила, ведь голос в трубке был убедительным. Мужской, строгий, к тому же звонящий представился сотрудникам банка. Женщина оделась и тут же отправилась в ближайший магазин. Следуя инструкции неизвестного ей мужчины на терминале, словно заколдованная, она провела ряд операций. И денег на карте, как не бывало. Он говорит, переведите 10 тысяч по частям. И номер такой длинный дал. В общем, я перевела, он говорит, теперь эту часть переведите. И, в общем, через сутки у вас это вот все включится. Но деньги не вернулись. Неизвестному мужчине она подарила 24 тысячи рублей. Попытка дозвониться до лжеработника банка успехом не увенчалась. В трубке она слышала лишь, абонент недоступен, перезвоните позже. Я пошла сразу в банк. В банке как раз попала на начальника. В общем, мне говорит, никакого сбоя не было. Вот, идите, пожалуйста, немедленно. Иди сюда. Еще один подобный случай произошел уже с мужчиной. Схему аферисты использовали точно такую же. Телефонный звонок, ваша карта заблокирована, пройдите к терминалу. Тогда житель города мошенникам перевел 110 тысяч рублей. Кажется, что чужой опыт его так ничему и не научил. А учиться было у кого. На уловки телефонных разлочителей только с начала года попались 52 человека. То ли у нас менталитет у жителей такой, то ли, я не знаю, как еще нам, правоохранительным органам, доводить все эти цифры страшные, которые люди теряют сотнями тысяч рублей, когда за один раз переводят от 250 тысяч, 450 тысяч за покупку той или иной техники. А самое печальное то, что вернуть обратно отправленные неизвестным лицам деньги практически невозможно. При совершении преступления злоумышленники используют сложнейшие виртуальные схемы. После получения средства они меняют телефонные номера и уничтожают банковские карты. По статистике, чаще всего люди, которые обманывают простых граждан, находятся в местах лишения свободы. Так что запомните, если вам звонит неизвестный человек и представляется сотрудником банка, а затем просит ваши личные данные, не верьте ему. Сотрудник безопасности никогда не задаст вопрос, там, ваш пин-код спросит, номер карты, персональные данные, номер паспорта, серия. Сотрудник безопасности этого не спросит, потому как все данные эти у нас есть. На удочке телефонных мошенников теперь все чаще стали попадаться не только доверчивые, одинокие пенсионеры. Лжеработникам банка и прочим мошенникам охотно начинают верить и люди куда моложе. Все дело в ловких психологических приемах аферистов. Поэтому самый простой способ избежать телефонных преступников – не поддаваться на их уговоры. Олег Котанзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Сейчас снова прервемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. Летом на улице, зимой в тесном спортзале. Каким образом глобальное потепление мешает амдерминцам заниматься спортом, узнавал Дмитрий Щепанов. Желаете новую мебель? Мечтаете об эксклюзивном дизайне? Ищите, где же ее заказать? Так это ж очевидно, поскольку в Клевере опытные дизайнеры и летние скидки. Следовательно, мебель лучше заказать именно там. Мебель в классике или модерне? С витражом или фотопечатью? В Клевере вы сможете с легкостью выбрать материалы для вашей мебели из огромного ассортимента и наслаждаться полученным результатом. Звоните нам прямо сейчас. 8-911-590-5464. Акция для рекламодателей «Лето на Севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Жители поселка Амдерма уже готовы выстроиться в очередь к спортзалу, с возведением которого никак не могут справиться строители. Каркас сооружения уже собран. Подрядчик начал обшивать его утепленными панелями. Наша съемочная группа побывала на стройке и выяснила, каковы перспективы стройки и как глобальное потепление мешает амдерминцам заниматься спортом. Местная школа делит здание с амбулаторией. Первый этаж – врачам, остальные два – школьникам. Физкультура летом на улице, зимой в тесном спортзале, где даже гантели не поднимешь, не задев соседа. Пробежка прямо в коридоре. Правда, когда дети бегут по шаткому полу, в больнице сыпется штукатурка. В спортзала нормального нету, побегать нельзя, в волейбол нельзя поиграть. У нас есть маленькая комнатка, в которой занимаемся, гантели тикаем. Но так мало места. Я так понимаю, спортзал у вас тут ждут все? Да, маленькая, велика, на самом деле. Физкультурно-оздоровительный комплекс строится здесь уже несколько лет. Сваи забивали на глубину в несколько метров, пока они не уперлись в вечную мерзлоту. Однако линзы хватило ненадолго, грунт подтаял и фундамент провалился. Не нужно быть экспертом в области архитектуры, чтобы понять, строить в Андерме сложно, а на века практически невозможно. Вино всему растепление грунта, из-за которого свайные фундаменты зданий проваливаются туда, где раньше была вечная мерзлота. Стройка остановилась, потребовались дополнительные изыскания. На фундамент уложили груз, неиспользованные стройматериалы и стали ждать. И под нагрузкой достаточно серьёзное и длительное время эти сваи находились. В настоящее время, скажем, идёт естественная отдача грунта, и они как бы на уровне. Эти сваи держат необходимую нагрузку. Появилась надежда – можно строить дальше. Ожидается, что уже в августе здание ФОК удастся обшить панелями и смонтировать крышу. Следом интерьер, спортивный инвентарь. А уже спортсменами дело не станет. Однако открытым остаётся важный вопрос. Если сваи уперлись в вечную мерзлоту, где гарантия, что она не продолжит таять? Дмитрий Щепанов, Александр Усачёв, Телеканал Север. Ликвидация товаров в магазине Техновидео – хорошая возможность сделать покупку, которая прежде казалась недоступной. Скутеры, мопеды, лодочные моторы и многое другое вы можете приобрести по минимальным ценам. Всегда в наличии продукция фирмы Ямаха. Покупателям предлагаются как компактные модели лодочных моторов. Стоимостью чуть дороже 20 тысяч рублей, так и более мощной версии моделей этой же марки. Моторы мы по-прежнему продаём по самым низким ценам в городе, а на остатки мы сделали дополнительную скидку. Под акцию по ликвидации товаров попали к радости ценители езды с ветерком и только поступившие в продажу одноцилиндровые четырёхтактные мопеды фирмы Альфа. Их стоимость всего 20 тысяч рублей. Также в наличии широкий выбор скутеров популярных моделей, от самых простых до очень презентабельных. Однако стоит отметить, что все модели в активе имеют такие единые преимущества, как надёжные двигатели и низкую стоимость – от 23 до 37 тысяч рублей. Цены на мототехнику упали практически до уровня закупочных. Мы продаём с минимальной выгодой для себя и с максимальной выгодой для вас. Важный момент, что несмотря на скидки, любой из понравившихся товаров можно прямо в магазине оформить в кредит на срок до 24 месяцев. Персонал магазина Техновидео будет рад вас видеть с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов, а выходные с 10 до 18 часов по адресу. Улица Портовая, дом 11.